В последнее время в оперативных сводках все чаще можно встретить информацию о сгоревших автомобилях. Машина сгорает дотла за 6 минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца. Виталий Абрамов продолжит. Нет нужды объяснять, насколько опасно возгорание автомобиля. Последствием этого может быть серьезное повреждение самого железного коня, полное уничтожение дорогостоящего имущества, либо же даже летальный исход. Только за последние сутки в Якутске сгорело два автомобиля. Пожар одного из них произошел на Вилюйской трассе. В этом случае автомобиль загорелся из-за неисправности с газобаллонным оборудованием. В ГАИ подчеркивают, что об изменениях конструкции данной машины им не сообщалось. Соответственно, водитель мог установить ГБО кустарно. Если автовладелец установил, то он должен затем подойти в подразделение ГИБДД и внести изменения в регистрационные документы транспортного средства. Установку должны осуществлять только сертифицированные предприятия и организации, у которых есть на это соответствующие документы. Однако с наступлением осенне-зимнего периода таких случаев становится только больше, комментируют специалисты. Основными причинами пожаров являются неисправность узлов и агрегатов. Это короткое замыкание электрической проводки, утечка топлива, неисправность газового оборудования и неправильное утепление автомобиля в зимнее время. В большинстве своем наши водители готовятся к зиме по старинке. Утепляю войлоком, брезентом. Спереди пенофол или картонку. Закрываю радиатор. Сверху двигателя вложу войлок. Снизу подтягиваю брезентом. Тут огнеборцы советуют быть предельно осторожными. Ну, картонки, войлоки, горючие материалы не надо использовать. Это обязательно приводит к возгоранию автомобиля, двигателям автомобиля. Также некоторые люди натягивают брезенты под моторным отсеком, привязывают картеры, из-за этого происходит возгорание тоже. Кроме автомобилей, к зиме нужно подготовить и гаражи. Наиболее часто повторяющиеся причины пожара в гаражах – это неосторожное обращение с огнем. А с началом холодного времени года автовладельцы начинают отапливать свои гаражи. Зачастую при обогреве помещения граждане используют так называемые тены кустарного производства. Их применение априори небезопасно и комментариев не требует. Другие же ставят под днищем автомобиля электроплитки, а некоторые особо одаренные и вовсе газовые горелки. А если учитывать тот факт, что большинство автолюбителей хранят в гараже емкости с горючими различные масла, то проще пожар предотвратить, чем его потушить. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.